Почему-то все любят Стивена Кинга за его леденящие душу мистические истории. Хотя любой таежный житель может рассказать массу интересных историй, от которых у обычного горожанина шевелятся волосы на голове. Ведь как знать, с чем и кем встретишься, когда забираешься глубоко в лес? Летом, как обычно, тайгу жадно сжирал огонь. Пожары начинались из ниоткуда, то здесь, то там, поглощая целые гектары ценного леса. А дождь, как назло, и не думал идти. Группу пожарных забросили в самый эпицентр пожара, чтобы забрать через пару дней. Ориентиром стала вышка заброшенной метеостанцией. Огонь нехотя, но отступал, а пожарные продвигались вперед. На следующий день их сменит другая группа, а их заберет на большую землю вертолет. Замыкающий группы остановился, потушив последний язычок пламени на траве. Устало вытер пот со лба и вдруг окаменел. Вокруг была незнакомая тайга. Не та, что он привык видеть последние пару дней. Местность была изучена каждым из группы до мелочей. А совсем другая, суровая, с огромными деревьями и буреломом, через который, видно, не ходил никто десятки лет. Неподалеку шумела река. Но как же так? Не мог же я заблудиться? – подумал про себя пожарный и устремился вперед. Однако похолодел, когда через тридцать минут продирания через чащу наткнулся на тот же пень с кучкой опят посредине, все на той же полянке. «Так дело не пойдет», – решил пожарный и устроился на ночлег. «Просто устал. Завтра обязательно найду вышку метеостанции», – подумал он. Ночевка у реки не была спокойной. Начала подкрадываться паника. Утром пожарный принял решение – идти вниз по реке. Так у него хотя бы будет питьевая вода. Где находится вышка – непонятно. Нет ни компаса, ни карты, никаких шансов пробраться через лес. Путешествие было непростым. Никаких признаков жизни, отсутствия еды и отчаяния. Только на силе воли мужчина все двигался вперед, питаясь ягодами и грибами, которые собирал по пути. Шел уже шестой день блужданий по тайге, когда за очередным поворотом вертлявой реки пожарный вдруг увидел деревню. Он даже не поверил своим глазам. Поселение было похоже на мираж, но все-таки было вполне реальным. Правда, не совсем привычным. Дома были похожи скорее на шалаши. Окон у них не было, зато рядом стояли люди. Настоящие. Мужчина вне себя от радости кинулся к ним. Ближайший к нему высокий парень обернулся, и у пожарного чуть не остановилось сердце от страха. Это был не человек. Да, похож, но не человек. Скошенный лоб, узкопосаженные глаза, шерсть на лице. И одежда у них была странная, как будто из 18 века. Однако люди, больше похожие на пяти кантропов из музея, не высказывали никакой агрессии и молча смотрели на пожарного. Тот от шока начал говорить безумолку, о том, что заблудился, что голоден, что ему нужно выйти к вышке, что скитается без малого неделю. Лесные люди слушали молча. А затем один из них поманил пальцем лохматого мальчишку из толпы. Получив сумку с едой, пожарный уставился на ребенка. Он махнул ему рукой, мол, идем за мной. Мужчина двинулся через лес за мальчишкой. Ребенок двигался бесшумно и очень быстро, поджидая пожарного на особо сложных участках. Они шли больше двух часов, как вдруг мальчик повернулся к мужчине и пристально посмотрел ему в глаза. Этому взгляду невозможно было сопротивляться. Он приказывал и завораживал. Когда путник очнулся, уже заметно стемнело, а мальчика не было видно. Рядом стояла вышка метеостанции, а к нему со всех ног бежали люди. Пожарный еще раз огляделся. Еще неделю назад здесь стоял жаркий май, а сейчас трава и листья пожелтели. Кое-где лежал первый снег, было холодно. Как узнал потом мужчина, его искали несколько недель, и все безрезультатно. И ровно через три месяца он сам вышел к людям, хотя в лесной деревне был всего час, а по лесам ходил около недели. Что это было, и к каким гостеприимным лесным людям он попал, так и осталось загадкой. Более того, пожарный всю жизнь хранил эту тайну, чтобы не прослыть сумасшедшему. Тайга – особое место, где всегда есть место мистики и сверхъестественному. Нужно лишь зайти в чащу и прислушаться. Приключения обязательно найдут того, кто к ним стремится. Друзья, если вам понравилась эта необыкновенная история, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok